В эфире «Импульс Севера» с обзором событий в студии Павел Прожогин. Здравствуйте! В Новом Уренгое торжественно открыли новую школу «Перспектива». Просторное современное учебное учреждение рассчитано на 800 учеников. Масштабное здание состоит из нескольких блоков. Начальная, средняя и старшая школа. В числе первых новый образовательный объект посетили замминистра просвещения России Татьяна Васильева, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава города Андрей Воронов и наша съемочная группа. Подробности далее. Даем обратный отчет. Три, два, один, старт! Средняя школа «Перспектива» в городе Новый Уренгое открыта! Радость, гордость, удивление и восторг. Такие эмоции испытал каждый, кто посетил новую школу «Перспектива». Учебное учреждение торжественно открыли в Новом Уренгое в микрорайоне Тундровой. Для школьников и педагогов организовали концерт. Зрители совершили импровизированное путешествие во времени, яркими номерами порадовали юные дарования. Праздничное мероприятие посетили и почетные гости. Каждая школа – это маленький шаг, маленькое звено к огромной системе образования всей нашей России. Только представьте, в период с 2020 по 2023 год открылось 1300 новых школ во всех уголках нашей страны. И одна из них открывается сегодня в вашем городе. Светлая, красивая, оснащенная новым оборудованием. С важным знаменательным событием новоуренгойцев поздравили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава города Андрей Воронов. Мы сегодня открываем новую школу перспективы. Очень красивую, современную, где точно у вас у всех будут отличные перспективы. Очень хочу, чтобы у вас в этих новых стенах началась активная, яркая жизнь, чтобы вы стремились к самым высоким целям и добивались успеха. Я вас от всего сердца поздравляю. Строители построили ее достаточно в короткие сроки, но жители микрорайона Тундру ждали ее почти 10 лет. Я точно знаю, что эта школа подарит нам новых олимпиадников, победителей и новые победы в образовании. После церемонии открытия для почетных гостей провели экскурсию по школе. Здесь есть на что посмотреть. В перспективе созданы отличные условия для всестороннего развития и творчества. Есть планетарий, научно-интерактивный музей, театральная и хореографическая студии, лаборатория с самым современным оборудованием. В школе есть бассейн, два спортивных зала и один тренажерный. Также здесь можно поиграть в настольный футбол и аэрохоккей. Новая школа рассчитана на 800 учеников. Обучение здесь будет организовано в одну смену. Профильными направлениями станут IT и естественные науки. С понедельника зайдут сюда десятиклассники, как мы им и обещали, и несколько классов начальной школы. Это будут именно те классы, которые планируют перейти сюда вместе со своим учителем с 1 сентября. А десятиклассники, они становятся полноправными здесь хозяевами, потому что они первые будут и выпускники этой школы. Современная, красивая, уютная, оборудованная по последнему слову техники школа перспектива. Еще одно доказательство того, что Ямал – лучшая территория детства. Перед учениками новой школы открываются широкие перспективы. В недалеком будущем новорингойские выпускники перспективы смогут стать известными учеными, программистами, спортсменами, деятелями культуры и даже космонавтами. Дарья Леонтьева, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера». А еще в школе перспектива Дмитрий Артюхов пообщался с подростками из «Газпром-классов». Глава региона прочитал будущим инженерам, газовикам и нефтяникам лекцию о роли Виктора Черномырдина в освоении Севера. Также губернатор ответил на вопросы о мерах поддержки талантливых школьников и студентов в развитии профильного образования и взаимодействия региона и нефтегазовых компаний. Отмечу, ежегодный слет учащихся «Газпром-классов» состоялся в поселке Ямбург. Он впервые был организован на месторождении. Более 130 учеников «Газпром-класса» из шести федеральных округов смогли увидеть процесс добычи и подготовки природного газа, познакомились с современными технологиями и узнали, как организована жизнь в вахтовом поселке. Проект уже реализуется не первый год, но впервые вы на Ямале, главный газодобывающий регион страны, главный газодобывающий регион мира. На самом деле, вы, я думаю, знаете, что нигде в мире нет больше ничего подобного. Все остальные известные центры газодобычи, будь то Катар, это все лишь малая часть, одна пятая, если быть точным, того, что добывает наш Ямал. Поэтому место уникальное. Я очень рад, что есть возможность вам воочию посмотреть. Про знания еще поговорим. Сейчас к другим темам. Сегодня из Нового Уренгоя отправилась очередная партия гуманитарной помощи для наших бойцов и для жителей ДНР. Для детей, проживающих в освобожденных территориях, везут спортивную форму, тренажеры и другой спортинвентарь. Для бойцов – уазбуханку, запчасти, топливо, масла для автомобилей. Для жителей ЛНР – газовые баллоны. За рулем КамАЗа, который отправился в путь, два водителя в день они планируют преодолевать по 700-800 километров. Из-за весенних ограничений по весу часть груза пришлось оставить. Он уйдет в следующую отправку. Организаторы – Ямальская железнодорожная компания, движение «Оксероссия», «Сердца Цвета Хаки», «Свои». Ну и люди, безразличные люди. Карачаевский храм помог чем-то. Так много людей обращалось, то есть, ну, к сожалению, не все можно загрузить в автомобиль. Поэтому взяли самое необходимое, то, что бойцы просили. Большая благодарность Ямалу, всем, кто помог коммунитаркой, с УАЗиком, что увезли. Никто не остался роднодушным. Ехать дней пять, шесть до границы. Дорога известна. Дорога накатана. Северяне – люди отзывчивые и всегда готовы поддержать тех, кому это необходимо. Так, партийцы «Единой России» совместно с клубом «Драйв в Нур-89» возложили цветы на площади памяти и организовали автопробег. Участники таким образом решили поддержать бойцов СВО и почтили память погибших от обстрела в Белгороде и в теракте в Кропус-Сити-Холле. «Наша поддержка дает силы и понимание того, что жители Белгородской области не одни. Россия – одна большая семья. Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», – отметила секретарь Новорингойского отделения партии Полина Шумова. И продолжим прознание. В Новорингой наградили призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников по истории. На торжественной церемонии закрытия дипломы вручили 24 победителям и 112 призерам. Всего в финале приняли участие 290 ребят из 78 регионов страны. Церемонию посетили замминистра просвещения Татьяна Васильева и помощник президента Владимир Мединский. Смотрим репортаж Юлии Шарковой из Арктического лицея, где и состоялось закрытие Олимпиады. Вот такими овациями и всеобщим ликованием участники заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников встречали имена призеров. Искренняя радость в первую очередь за свои регионы, но и, конечно, в целом за каждого. Атмосфера в Арктическом лицее царила невероятная. Это торжественная церемония закрытия Олимпиады. Гони плед! Первыми на сцену стали выходить призеры девятых классов. Среди них и наш ямальский участник Константин Царев, ученик первой школы Надыма. Зал аплодирует, ямальская делегация поднимает флаг округа. Константин также стал победителем номинации «Надежда Олимпиады». Гордость переполняет и не только нас. Поздравить юных историков приехали гости и столисты. Каждый из вас увозит с Ямала частичку любви к истории и этого края. Во-первых, давайте поблагодарим еще раз наших хозяев, принимающих историю. Вы знаете, наверное, это самое северное, с точки зрения географии, место, где мы проводили когда-либо Всероссийскую Олимпиаду школьников. Не только по истории всех предметов. Самая северная ноги, наверное, как кажется, самая холодная. Но по приему – самая теплая Олимпиада. Теплый ямальский прием на протяжении всех дней проведения отмечали школьники, сопровождающие и учителя. Ведь помимо выполнения заданий, ребята посетили этнопарк, экокомплекс, музей истории и другие достопримечательности. Стоит отметить, что в письменную часть Олимпиады включили и вопросы о Ямале. Так что изучать наш край дистанционно подростки начали задолго до приезда сюда. В подтверждение – специальная номинация «Лучший знаток севера». В ходе торжественной церемонии закрытия Олимпиады финалистов также поздравил помощник президента России, соавтор нового учебника по истории для 10-11 классов Владимир Мединский. Я поздравляю, молодцы! Забы еще сказать. Вначале те, кто правильно ответили на все вопросы, которые я знал, у меня в телеграм-канале будет написано, что в этом делать. Лаконично из доли интриги. Интригу выдержали и организаторы церемонии. Продолжив оглашение призеров Олимпиады, мы услышали еще две знакомые фамилии. Среди 11-ти классников призерами стали два учащихся Новоуренгойской гимназии – Кира Бояркина и Матвей Ставкин. На сцену ребята выбегали молниеносно, энергично, вынося флаги своих округов и даже с изображениями котиков, эмоциональные и творческие натуры. Конечно, поздравить их приехал и губернатор Ямала Дмитрий Арсухов. Я уже вам это говорил и с удовольствием повторю еще раз. Вы невероятно крутые и вас ждет большой успех. Я вам желаю оставаться такими же, заниматься своим любимым делом. Вы знаете, что успех приходит тому, кто усерден, кто точно бьет в цель. Вы это уже знаете, вы уже большой путь прошли, вы продолжаете и над таким так дальше развиваться. Но пока одни праздновали победу в зале, другие поддерживали тех, кто остался в этом году без наград. Дружеские объятия, теплые слова. Мы как бы вместе стояли с ребятами и одновременно поддерживали того, кто победил и того, кто проиграл, чтобы они не расстраивались и чувствовали, что мы вместе рядом здесь. Грусть становится чуть более, может быть, мягкой, чуть менее глубокой. Грусть и радость всегда ходят рядом. Это законы жизни. Но наши победители в этот день точно грустить не должны. И пока лишь осознают свой успех. Очень волнительно было, очень страшно, очень радостно. Я очень переживала, вообще не надеялись, что он призер. Насколько сложная была эта работа? Очень сложная. Мы справились. А как педановка? Долго? Да, довольно долго. Мы почти полгода практически готовились. Усердие дало свои плоды. Четыре конкурсных дня пролетели быстро, а главное интересно. Ребята не просто блеснули знаниями, но и подружились с другими участниками, нашли своих единомышленников и вдохновились на новые победы. В этот день дипломы вручили 24 победителям и 112 призерам. Всего в финале приняли участие 290 ребят из 78 регионов. Юлия Шаркова, Антон Герестянский, информационный агент «Фламп Инпульс Севера». Да, в течение жизни нам приходится не один раз проверять и подтверждать свои знания, но эта информация скорее для взрослых. С 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Теперь, чтобы получить заветные права, нужно предоставить СНИЛС. А иностранным гражданам необходимо будет перевести документы на русский язык и заверить у нотариуса. Также изменения коснулись и несовершеннолетних. Отныне они должны при сдаче экзамена иметь при себе письменное согласие родителей. Есть и те, кого могут и не допустить к тестированию. Это касается людей, у которых истек срок водительской медсправки, а также уклонистов от похода в военкомат по повестке или же пойманных за пьяную езду. Отмечу, кроме того, увеличен срок пересдачи экзамена на получение прав. Согласно этого закона, четвертая и последующая попытка будет проводиться спустя полгода, 6 месяцев, но не позднее 9 месяцев. Также к экзаменам добавляются еще две ошибки, и общее количество ошибок будет 7. И, в принципе, это основные изменения по проведению экзаменов. Также в данном законе прописано, что инспектор, принимаемый экзамен, может находиться на заднем сидении автомобиля, а на педалях может находиться инструктор. Но тогда транспортное средство должно быть оборудовано звуковым либо световым табло. И о спорте. Ямальцы стали победителями третьих всероссийских арктических игр. Серебро у команды Красноярского окрая, бронза отправилась в республику Коми. В копилке сборная округа, в общей командном зачете, первое место в шахматах, плавании, северном многоборье, в Warpoint, 9 серебряных наград, в фигурном катании на коньках, в волейболе, в волейболе на снегу, в зимнем дуатлоне, хоккее 3х3, стрельбе из лука, биатлоне, лыжных гонках и настольном теннисе. И бронза в соревнованиях по самбо и баскетболе 3х3. Соревнования прошли в Салихарде и Лабытнанге с 23 по 30 марта среди юношей и девушек от 11 до 19 лет. В этом году программа «Игр» была расширена до 15 видов спорта, растет и число участников. Каждый спортсмен продемонстрировал силу, ловкость и умение преодолевать трудности. На церемонии закрытия игр участников поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Говорим на одном языке, потому что все тренируемся, растем в северных регионах. И тем не менее показываем, что север не помеха, чтобы быть сильными. Я знаю, что эти дни были очень насыщенные, спорт был настоящим, высокий. Вы показали мастерство и очень достойно представляли свои регионы. Я хочу поприветствовать в этом, пожелать, чтобы вы продолжали держать высокую марку, нести честь ваших регионов. И знаете, вам всегда рада на Ямале. В округе активно развивается инфраструктура для различных видов спорта. С 2019 по 2023 построено 45 новых спортивных объектов, 28 из которых модульные. До 2028 года планируется возвести еще 46. Строительство спортивных объектов и проведение соревнований решает задачи федерального проекта «Спорт. Норма жизни» над проектом «Демография». В последний день марта всех любителей активного отдыха собрал массовый забег «Ямальская лыжня». Для каждой возрастной категории подобрали свою дистанцию 500 метров, 1, 3 и 5 километров. Помимо медалей, лыжня подарила участникам мощный заряд энергии, хорошее настроение и возможность провести день на природе вместе с теми, кто разделяет их увлечение спортом. Смотрим, как это было. Смотрим, как это было. Смотрим, как это было. Итак, новая теленеделя началась и у нас есть, что показать зрителям. Контент на любой возраст и вкус. Мария Зеброва сейчас расскажет подробности. Держи руку на пульсе и делай свой телевизор громче, а я поведаю о теленовинках этой недели. Будет очень интересно. Я узнавала. Итак, поехали. Представьте, вечер, конец рабочего дня, председателю совета директоров крупного банка звонит неизвестный и сообщает, что одно из отделений в эту минуту захватывают вооруженные грабители. На место преступления прибывают полиция и спецназ. Очень скоро всем становится понятно, что речь идет не об обычном ограблении. Детективную историю «Захват» смотри по будням в 22.35. Женя и Марк работают в одном офисном центре. Она организует свадьбы, а он адвокат по разводам. Такой вот каламбур. Каждый из них искренне любит свое дело и уверен, что помогает людям стать счастливее. Однажды Женя и Марк знакомятся, и тут в игру вступает конфликт интересов. Удастся ли нашим героям понять друг друга и поверить, что любовь важнее принципов? Многосерийный фильм «Свадьбы и разводы» смотри по будням в 9 утра. Саша Тарасова – молодой талантливый дизайнер. На носу свадьба с избранником Никитой. В качестве подарка самим себе девушка решает самостоятельно, втайне от будущего супруга, сделать в доме небольшой ремонт и удивить любимого. Но, переступив порог, вдруг чувствует что-то неладное. И тут ее мир рушится. Она застает Никиту с другой женщиной. Мелодрама «Рыжая пятница» 22.35. Итальянского карточного шулера нашли его многочисленные кредиторы и заставили подписать закладную на все, что у него есть. Если до определенного срока он не соберет всю долговую сумму, в Италии его будет ждать тюрьма. Он отправляется на родину умершей жены в Россию, чтобы выиграть там огромные деньги, расплатиться с долгами, тем самым спасти себя и свое имущество. На все про все у него неделя. Отмечу, фильм создан по пьесе Николая Гоголя «Игроки». Комедийная драма «Русская игра. Суббота. 22.25». Приветливые ласки хозяина и дороже всяких ясных. Василиса живет в небольшом городке и, как нередко бывает в один момент в ее жизни, рушится все. Соседка предлагает ей отправиться в Петербург. Там сейчас как раз белые ночи, время романтики и перемен. Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы вместе поделить расходы на проживание в гостинице. Но случается путаница, и ее соседка из Москвы становится соседом. И это только начало сюрпризов, которые ждут девушку в период белых ночей. Лирическая комедия «Ищу попутчика» в воскресенье 22.00. А теперь о главном событии этой недели. Итак, 5, 6 и 7 апреля. Площадка под открытым небом «Виадук». Новый Уренгоев встречает финал чемпионата России по волейболу на снегу. Сильнейшие команды страны соберутся в газовой столице, чтобы побороться за звание лидера. Мы все три дня будем вести прямую трансляцию всех игр. Эксклюзивно на нашем телеканале, на сайте «Импульса Севера» и в группе ВКонтакте. Еще раз. Пятое, шестое и седьмое апреля. Дни снежного волейбола на «Импульсе Севера». Не пропустите. А я напоминаю, у нас еще очень много всего интересного, что посмотреть, выбирайте с помощью нашей телепрограммы. Она закреплена на главной страничке нашего сайта и на портале mail.ru в разделе кино. А самые свежие новости города ищите в нашем телеграм-канале. Переходите по QR-коду и подписывайтесь прямо сейчас. Оставайтесь в курсе событий вместе с «Импульсом Севера». На этом у меня все. Увидимся. И к этому часу у меня все. Следите за новостями вместе с «Импульсом Севера». Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!